Уже по сложившейся традиции на главную елку города приглашают ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей. В роли добрых волшебников, которые дарят подарки и показывают представления, выступает глава города партия «Единая Россия» и Лобнинская торгово-промышленная палата, объединяющая бизнес-сообщество. На представление заглянула и наша съемочная группа. В декабре во Дворце спорта зажгли свои разноцветные огни сразу три елки. Их войны и красавицы, которые украсили фойе, и сказочные представления, которые город подарил детям. Уже не первый год новогодние подарки приносит лобнинским ребятишкам не только Дед Мороз. По сложившейся многолетней традиции главная елка Лобни, елка главы города, проходит во Дворце спорта. Билеты и подарки на нее ребятам из малообеспеченных и многодетных семей предоставляются на благотворительной основе. В этом году на трех представлениях побывали более полутора тысяч ребятишек. Причем более тысячи бесплатно. Такой подарок преподнесли детям глава города партия «Единая Россия» и Лобнинская торгово-промышленная палата, объединяющая более 70 предприятий нашего города. То есть совместными усилиями всего города у нас получаются вот такие три праздника для наших маленьких, самых маленьких жителей города. Праздник начался уже в фойе. Мы из московского государства. Счастья в новом году наступающем, всего самого лучшего, а главное здоровья. Актеры театра «Камерная сцена» и забавные скоморохи вместе с детьми водили хороводы, играли, бегали от Деда Мороза, прячась свои носы, который старый проказник непременно хотел покрыть инеем. Самые смелые читали стихи и отвечали на забавные вопросы. Ветер помоле гуляет и корабль подгоняет, он бежит на всех волнах, на раздутых парусах. На елку ставите? Да. А кто наряжает? Мама. А вы? Мы тоже наряжаем. Игрушек много побили, пока наряжаете? Да. А что самое интересное в Новый год? Подарки. А кто вам под елку подарки кладет? Дед Мороз. Я принцесса. Как принцесса себя ведет? Хорошо. А ты принцесса-белоручка или принцесса-помощница мамина? Помощница. А как ты маме помогаешь? Я ей помогаю убираться. Дедушка Мороз пригласил всех в сказку. В ожидании чуда малыши и ребята постарше их родители замерли. Всех ждали сюрпризы. Первым стало появление перед собравшимися главы города Лобни Николая Гречишникова и трехкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной. Николай Гречишников порадовал всех, что основания для праздника у горожан есть. В Лобни много сделано в этом году, есть успехи во всех областях и ими можно гордиться. Ирина Роднина, которая уже побывала на некоторых городских спортивных объектах и, кстати, положительно оценила ледовый каток, пожелала всем много планов и их свершения. У нас есть новый ход «Елка» и «Елка» в партии «Единая Россия» в спортивном дворце. Я вам хочу пожелать, чтобы вы обязательно дружили со спортом. Спорт не только делает тебя стильным, красивым, учит тебя достигать. Те вещи, которые ты сам для себя нарисовал, но самое главное – спорт дает тебе возможность победить себя самому. Вся программа «Единой России» – строительство новых детских садов, школ, спортивных сооружений, реконструкция спортзалов своей целью ставит создание условий для интересной, познавательной, наполненной высоким смыслом жизни детей и взрослых. Кому Нового года можно пожелать только добра, благополучия, семейного благополучия, чтобы в семье было все хорошо, чтобы дети радовали, чтобы никто не огорчал их, как можно больше было светлых дней в нашей жизни. Сейчас делается очень много, и город делает, и партийная Россия делает много, чтобы жизнь в городе становилась краше, интереснее, и наш город хорошо становился только краше и краше. Вторым сюрпризом для всех стала сказка «Огниво», подготовленная театром камерная сцена и студией танца «Антре». Спектакль в таком союзе получился ярким и музыкальным. Третьим, уже ожидаемым сюрпризом, конечно, стали подарки и возможность вдоволь погулять среди декораций и организовать благодаря родителям свою фотосессию. Главные городские елки, пожалуй, стали главным предновогодним событием, во всяком случае для полутора тысяч маленьких горожан. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания «Лобин». Редактор субтитров А.Семкин